Зайц Жилюбный, вроде бы, но тоже любит свои границы. Я думаю, что он бывший домашний. Тоже принесли его, потому что он замерзал. Он очень любопытный. Ни одного события тут не пройдет без его любопытного носа. И ни одна мышка мимо не пробежит. Любимое занятие Зайца – играть в хоккей. И для этого вовсе не нужны коньки, а шайбу заменит обычный мячик. Пожалуй, в приюте можно собрать целую кошачью хоккейную команду. Только если Зайц – вратарь, то кот по кличке Манго – нападающий. На передержке хвостатый уже около года. Он отлично ладит не только с родичами, но и с людьми. Человеческая забота, любовь и ласка – все, что так необходимо Манго. И сам скажи, в обиду себя не дам и других буду защищать. Правильно? Мне кажется, что он бы подошел к пожилым людям. Потому что он и играть любит, и понежиться любит, и на ручках посидеть. Как бы контакт найдет он. Своенравная красавица Мята тоже в поисках своей семьи. Требования у нее высокие. Потенциальный хозяин не должен беспокоить кошку по пустякам. Это раз. Если она захочет, то сама подойдет к человеку. Это два. Мята хотела бы жить в доме без маленьких детей. Это три. Я ее называю фрау Марта. Да, она у нас характером. Причем с таким нордическим. И она сразу же всех построила. Она начала сразу всех мужчин своего вида гонять. То есть она свое пространство выделила сразу. И в принципе ее уже принимают такой в этом сообществе. Стараются сильно не дергать, не трогать. Она всегда… Если она здесь села, значит вот тут уже никто не сядет. Мне нужно свое место. Своё место необходимо каждому из этих хвостатых. Заяц, манго и мята точно знают, что такое предательство. Но отчаянно верят. Этот сложный путь приведет их домой. К любящим и ответственным хозяевам, которые никогда не бросят того, кого приручили.